Добрый вечер, Татьяна и все наши телезрители. Вы прибыли в Самару. Я здесь живу. Но работаете в Москве. Так точно. Вы депутат Государственной Думы. Так точно. И вы приехали и присутствовали на 49-й отчетно-выборной конференции Самарского регионального отделения ЛДПР. Было и такое. И что это было за мероприятие? Это традиционное мероприятие. Раз в два-три года проходит. И кроме него я хочу сказать, я же посетил еще и памятное мероприятие на Площади Славы. Возложение цветов вместе с нашими активистами. Потом мы провели митинг в поддержку русской армии. И потом конференция. Избрали новый руководящий орган. Координационный совет. Отчитали за прошедшие все выборы. И наметили впереди новые цели. Большие изменения в руководстве? Изменения небольшие. Координатором по-прежнему остается Михаил Белоусов. Это заместитель председателя Губернадской Думы. Постоянный ваш гость, который занял пост после того, как я его сложил. И на новый срок Владимир Вольфович Жириновский лично его согласовал. И глава высшего совета Игорь Лебедев тоже. И соответственно поддержали делегаты. Поэтому курс прежний, патриотический уклон нашей партии. На прошедшем съезде мы утвердили основной постулат, что умеренный центр это ЛДПР. Это мы. И впереди 25 марта новый съезд ЛДПР, на котором мы будем избирать председателя, высший совет и все руководящие органы на новый срок. По председателю вопросов у нас нет. Это Владимир Вольфович Жириновский. А уже другие органы, конечно, будут какие-то изменения, как и обычно. Мы живая структура. У вас там много молодых появляется? Да вообще фракция уникальная. Я далеко не самый молодой во фракции ЛДПР в Госдуме. И я, в общем-то, этому очень рад. У нас сам молодому депутату Виталию Золочевскому 25 лет. От Владимирской области. Ну, я со своими 30-ю одним годом совсем уже не молодой. Четвертый десяток. Это кокетство. Да. Хорошо. Поговорили о партийных делах. Теперь о спорте. Вы президент Федерации фехтования. Да. Самарской области. Самарской области. Есть такое. Что это вам дает? Да вы знаете, мне вот это дает только обязанности общественные. И, конечно, в 2009 году, когда тренеры и спортсмены меня пригласили на этот пост, я, в общем-то, бывший фехтовальщик, мастер спорта, то тогда я для себя принимал очень это решение тяжело. Потому что партия, политика, семья, еще фехтование, это, конечно, довольно серьезно. Но, конечно, втянулся, и сегодня мы занимаемся тем, что открываем новые школы. Боролись, конечно, за стадион «Буревестник». Во многом из-за того, что там, вообще говоря, была основная база фехтовальщиков, который продан профсоюзами, разграбленный, сейчас не функционирует. Ну, а вообще основной момент, которым я занимаюсь как глава Федерации, это детский спорт и поиск нам нового дома, центра развития фехтования. И здесь есть понимание с областными властями и вообще с городскими, что он должен быть, чем мы сейчас и занимаемся, отводим землю под строительство нового центра фехтования. Вот так. Кто будет строить? Как кто? Федерации фехтования. Здесь, я уверен, будет у нас частно-государственное партнерство, потому что бюджет, конечно, такие объекты не всегда готов потянуть. Мы готовы привлекать коммерческие структуры и Федерацию фехтования России. Да я вообще напомню, это может быть сюрпризом для многих, что мировую федерацию фехтования со штабом в Швейцарии уже пятый год возглавляет наш миллиардер Алишер Усманов. Мировую. Ну, а, соответственно, отношение к фехтованию... Ну, значит, вы тянетесь, вы тянетесь. Тянемся, тянемся. Фехтование – это благородный вид спорта, очень красивый, я всех призываю в нашей секции. И посмотреть заодно детский турнир, который мы открыли вчера в спорткомплексе «Локомотив» на улице Агибалова, где, в памяти мастера нашего спорта Сергея Исакова, сражаются саблисты, раперисты и шпажисты из 20 регионов нашей страны. Дети до 15 лет. Это уникальный турнир, 11-й год мы его проводим, совместно с Минспортом областным. И на него в этом году заявлено 800 спортсменов. Это очень серьезно и планируем сделать его международным. Получится? Ну, а почему нет? Конечно. Мы начинали с городского турнира 11 лет назад, в память о нашем друге, ровеснике, он трагически погиб. В 2002 году защищал свою семью Сергей Исаков. А сейчас это уже всероссийские соревнования, на которые, повторяю, из 20 регионов приезжают. А наши самарские спортсмены подают большие надежды? Конечно. Самарские фехтовальщики, вообще говоря, это отдельная тема. Все вы знаете, наши телезрители, и вы, Татьяна, что Павел Сухов, наш лидер, чемпион Европы, лидер шпажной сборной страны, это наш земляк, он у нас здесь занимается. Также молодые спортсмены. Вот в эти дни проходит первенство Европы среди кадетов. Это 16-летние бойцы. И наш шпажист Иван Лимарев, выиграв Россию, первенство России, там представляет всю нашу страну. Это и сестры Даниэла и Виолетта Храпина, очень перспективные шпажистки. Это и Влада Власова, и Анастасия Мелентьева. То есть, в общем-то, у нас очень серьезный резерв. И все они члены сборных команд страны, по юниорам, по кадетам и по взрослым. Есть серьезные перспективы. И мы этим очень гордимся. Давайте перейдем к партийным делам. Кроме того, что идет в Москве подготовка к большому мероприятию, о том, что вы говорили ранее об этом. Что еще из партийных дел можно связать с жизнью Самарской губернии? Это работа нашей фракции. В губернской думе вы, повторяю, часто приглашаете наших представителей. Они, в общем-то, об этом рассказывают. Ну, а я со своей стороны, конечно, интересы Самарской области в Государственной думе постоянно отстаиваю. И не могу, кстати, не отметить нашего конструктивного взаимодействия с депутатами от других фракций. От Самарской области. Не так давно мы внесли с моими коллегами, депутатом Гутеневым Владимир Владимировичем, Хинштейном Александром Алексеевичем, впоследствии уже Кузьмичевой Екатерина Ивановна присоединилась в законопроект, о внесении изменений во все наши кодексы, в бюджетный, в уголовный, в административный, в части наказания для чиновников за неэффективное расходование средств. Мы, чтобы вы понимали, дорогие телезрители, обнаружили такую брешь в нашем законодательстве, кстати, здесь спасибо, счетной палате, они выступили экспертами, нам помогали в написании документа, что мы сегодня не можем привлечь чиновника, если он построил, образно выражаясь, меньше километров дорог, чем тот, который построил дорогу не туда. Другими словами, это неэффективно, а это нецелевое расходование. За нецелевое люди получают серьезные сроки, а если закопали, грубо говоря, в землю 2-3 бюджета, 2-3 сметы, за это никто не несет ответственность. Нет такого понятия в бюджетном кодексе. И вот этим мы занимаемся. Пробиваем его на всех этажах власти. А когда говорят, что закопали, а на самом деле не закопали, сюда тоже относятся? Вообще неэффективное, чтобы вы понимали, мы вводим понятие неэффективное расходование, средств это, а, когда деньги истрачены неэффективно, то есть фактически меньшие объемы получены за эти деньги, там, квадратных метров, километров или просто не достигнуты результаты, заявленные в той же госпрограмме, любой. И вторая часть, это когда результаты достигнуты, но с перерасходом. То есть вот если брать Сочи, это вот самый яркий пример. Заявили 5 миллиардов на объект, потратили 15. Это что, эффективное расходование средств? Вот, пожалуйста. То есть вот это вот понятие мы хотим ввести именно самарские депутаты. Получится? Ну, а почему нет? Уже Сергей Вадимович Степашин поддержал. Ну, учитывая лоббистский интерес наших товарищей, партийных, здесь две фракции, этим занимаются ЛДПР, коллеги единороссы, я думаю, большие шансы. Тем более начато, вы видите, серьезнейшая антикоррупционная кампания в стране. Причем начато руководством. И есть большие шансы. Ну, в том числе и в Самарской области. Конечно, конечно. Ну, то есть, вы понимаете, это просто чудовищно. Когда никто не несет ответственности за то, что деньги истрачены неэффективно. Ну, что это такое вообще? Вот так. Ну, и хочу еще о своей инициативе сказать, пользуясь случаем. Это памятная дата день взятия Парижа. В 1814 году наш император Александр I въехал на белом коне в Париж. Отслужил там молебен, пощадил все памятники. Французы его встречали как освободителя. И тем самым он фактически окончил Отечественную войну 1812 года и заграничные походы 1813-1814 годов нашей русской армии. Мы это вообще напрочь забыли, как нация, как народ. И когда нам говорят, что мы варвары европейцы, которые спалили нам нашу Москву, если вы знаете, да, в 1812 году, то мы хотим сказать и напомнить, что мы, наоборот, не варвары, мы самый просвещенный народ с тысячелетней историей. И вот 31 марта нам день взятия Парижа нужно праздновать. Этот документ одобрила Академия наук, очень многие депутаты. И я жду, что мы, в общем-то, примем изменения в закон о памятных датах. И хочу напомнить. Но это фракция ЛДПР? Ну, это я внес, как депутат. Я по Конституции субъект законодательной инициативы. Но в соавторы я позвал всех. Абсолютно. И уже есть депутаты, и коммунисты подписались. И из Единой России подписались под этой инициативой. Хочу напомнить, что сто лет Россия праздновала День Победы. Он в 1914 году был отменен в угоду французам, которые, в общем-то, стали нашими союзниками в Первой мировой войне. Вот мое личное мнение, просто как гражданина русского человека, что тогда и началось разложение вообще элиты. Как можно в угоду своим союзникам отменить столетние традиции собственного народа? Храм Христа Спасителя построен в честь Победы. Триумфальная арка в Москве построена, манеж построена, Александровская колонна в Петербурге построена, оперы написаны, книги написаны, война, та же и мир, да? Огромные полотна написаны, то есть это в крови. Мы освободили Европу дважды. От Наполеона и от Гитлера. Об этом не надо забывать. Вот такая инициатива. Родилась, в общем-то, у меня. И я ее пробиваю. Я считаю, что текущая работа, о ней мы отчитываемся и рассказываем, но есть работа нетленная. То есть если я это сделаю, я, можно сказать, не зря в Госдуму был избран. Я так считаю. Если я заставлю общество и вообще чиновник вспомнить, что мы вообще-то, европейцев обратить на это внимание, дважды освобождали Европу. И пощадили французские памятники и музеи. И французский народ встречал русского императора цветами во главе русской армии, которая входила в Париж. Такие даты нужно помнить. Михаил, вы сказали, что вы здесь живете, хотя работаете в Москве. Но на территории, тем не менее, вы тоже работаете. Конечно. Вы сюда приезжаете в свой округ и встречаетесь с людьми. Какие проблемы волнуют сегодня людей? Ну, основная ЖКХ. То есть реформа ЖКХ, когда все хозяйство отдали частным структурам под мифические инвестиционные программы. Ну, по-русски отдали за то, что когда-то они вложат деньги. Так называемые инвесторы. Или не вложат. Сейчас оказывается, что никто ничего не вложил. Многие обанкротченные услуги предоставляются из рук вон. Я считаю, что это стратегическая ошибка. Вообще реформа. Поэтому основная проблема, с которой люди идут, она вот в этом и заключается. Вопрос по приватизации. Ну, понятно, президент сказал, все подхватили. Но не надо забывать, что в Госдуме 6 законопроектов о продлении приватизации лежало. И они лежали без движения. В том числе и наш, и ЛДПРовский. Поэтому хорошо, что президент прислушался. Он понял, наверное, что, вообще говоря, гигантские очереди в БТИ за правом приватизации, в том числе и военнослужащие, и там кого только нет. То есть без президента это бы не двинулось? Это бы не двинулось. Но это нехорошо. Потому что, конечно, очень много инициатив вносятся и оппозиционными партиями, фракциями. Ну, по вопросу ЖКХ разве вы не едины? Это такая серьезная проблема. Я думаю, все сплотились вокруг этого. ЖКХ нужно вычищать наш рынок в Самарской области. Это очевидно, что засели крупные игроки, которые высасывают деньги абсолютно из народа. Это все известно. Я имею в виду и экономическим подразделениям, которые осуществляют надзоры прокуратуре и все. И Росфинмониторингу. Все движение средств известно. Поэтому вопрос только в команде. ФАС и нужно, я считаю, рынок зачищать от недобросовестных управляющих компаний. Ну, а как при, если вы помните, Тархе, если говорить о Самаре, происходило вот этот вот фактически дележ квадратов в городе, что люди вообще не понимали, какие управляющие компании. С ними никто не разговаривал. Целые дома отдавали под управление каких-то мошенников. То есть вот с этим, я думаю, новая власть, имеют губернатора Меркушкина, разберется. Я так понимаю, что в самое ближайшее время. Я как депутат, соответственно, эти сигналы от общества постоянно тоже своими письмами в надзорные органы, в органы государственной власти на уровне нашей области постоянно посылаю. Нужно разбираться. Вот такая проблема. А что касается других вопросов? Ну, с медобслуживанием это притча во языцах. Медобслуживание? Конечно. То есть лечебное учреждение переполнено, очереди. Если говорить о программе модернизации здравоохранения, она, конечно, оправдана, и мы ее всегда поддерживали. Но нужно понимать, что новое оборудование, когда его завозят фактически в разрушающееся здание, оно и выходит из строя и не используется должным образом. Это факт. Поэтому здесь нужно большие средства тратить на капремонт учреждений, на переподготовку специалистов, на повышение их оплаты труда, особенно узкого профиля. То есть мы же вот слышим о том, что повышаем зарплаты медикам, врачам общей практики. Это правильно. Ну, а врачи, специалисты узкого профиля, почему они за бортом? Специалисты хирургии, я имею в виду, другие доктора. Вот это вот неправильно. И здесь, я считаю, недоработка. Нашего областного Минздрава. Во главе с господином Гридасовым. С этим надо разбираться. Вот так. Как часто вы бываете в Самаре? Ведете прием? Встречаетесь с людьми? Десять ночей в месяц. Я ночую в Москве. Остальное время я здесь. Работают все партийные приемные. Не только моя, но и у наших депутатов. Губернская дума, их четверо. Практически в каждом городе в Самаре только четыре. В них я веду прием, сразу говорю, честно, по записи. Потому что, конечно... Чтобы попасть, надо записаться заранее. Конечно, записаться и юристы предварительно отрабатывают. Если проблема не может решить наш коллега из губернской думы, тогда уже я встречаюсь. И очень много инициатив рождается, имеют законодательных, после встреч с людьми. Уникальная, которую я внесу завтра-послезавтра в Госдуму. Родилась, в общем-то, исходя из практики. Но жалуются люди, что ремонтные работы ведут в выходные дни. По закону, с 10 вечера до 8 утра. Ну, в общем-то, шуметь нельзя. Есть нормы соответствующие. Да, я говорю о многоквартирных домах. Но выходные и праздничные дни не затрагиваются. Поэтому вот инициатива. На днях я внесу. В несколько часов утренних приравнять выходные дни и праздничные к ночным. Хорошо, на этой оптимистичной ноте я завершаю наш эфир. Надеюсь, через месяц мы с вами опять встретимся. Михаил Дегтярев, депутат Государственной Думы. Фракция ЛДПР был сегодня в нашем эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин